Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Когда я училась в колледже, у меня была учительница достаточно пожилого возраста, которую я очень любила, и которая ко мне хорошо относилась. В годы учебы в колледже я жила от ее урока к уроку. За это время она мне стала очень близким человеком, я помню на язык то, что она мне говорила, и помню каждый ее урок. Сейчас я уехала учиться в другой город, и я поддерживаю с ней связь, звоню ей иногда, проблема заключается в том, что я постоянно о ней думаю. У меня вообще есть проблема жить в мечтах и представлять все время какие-то ситуации. Недавно даже прочитала в интернете, что это называется дезадаптивная мечтательность, но суть в том, что я постоянно думаю о ней, прокручиваю ее фразы, относящиеся ко мне. Вообще я считала, что такая привязанность к учителю может быть из-за недостатка любви родителей и матери, но это совсем не про меня, так как мама дает мне невероятное количество теплоты. Но я думаю все время об этом преподаватели, с одной стороны мне приносят приятные эмоции и постоянные воспоминания о наших разговорах, с другой стороны я не могу спокойно жить в своей жизни, поскольку как будто постоянно нуждаюсь в общении с ней. Прерывать общение с этим человеком я не планирую, поскольку я, она любит меня и всегда рада меня слышать. Подскажите пожалуйста как мне быть, заранее спасибо за отклик. Ну как справедливо, на мой взгляд указал один из моих коллег, да, что вам бы определиться с целью, как быть чтобы что. То есть, ну цель такая. Можно, в принципе, достаточно разные, как бы выделить векторы. То есть, то что вы, например, говорите про маму, которая дает вам большое количество тепла, например, да, совершенно не означает того, что, например, у вас с ней отношения прямо вот как бы здоровые и теплые. Потому что, опять же, невероятное количество тепла, о котором вы говорите, именно вот невероятное количество тепла. Ну, может свидетельствовать о разных аспектах, в том числе, например, о гиперопеке. Вывод о, скажем так, слиянии, то есть, если вы, допустим, со своей мамой, к примеру, находитесь в отношениях слияния. Вот. То в этом случае, конечно же, будет история про то, что вы будете тикатеть к таким людям. Вот. Потому что, по-другому, в общем и целом, как бы жить вы не умеете. Следующий важный аспект заключается в том, что вот вы говорите, что вы о ней думаете, что вы нуждаетесь в общении с ней. Совершенно очевидно, что вы с ней себя как-то чувствуете. И вот то, как вы себя с ней чувствуете, пожалуй, является очень важным. Потому что это, в какой-то степени, является ключиком к пониманию, к пониманию вашей ситуации. То есть, к пониманию того, чего вам хочется, грубо говоря. Вот. Именно вот к пониманию того, чего вам хочется. Именно к пониманию того, что вам нужно. Именно состояние, которое вы чувствуете, которое вы ощущаете, является, ну, в данном случае, таким мостиком. Потому что в состоянии, в вашем состоянии, достаточно подробно, достаточно четко, а самое главное ярко, раскрыты ваши, скажем так, потребности. И если вы, ну, может быть, и, скорее всего, с помощью психолога сможете их увидеть, да, увидеть свои потребности, увидеть свои желания, вы сможете понять, вот, как бы, основания для такой модели поведения. Ну, я могу предположить, что речь здесь идет все же про некоторую защищенность вашу, то есть про потребности в защите, вот, про потребность в защищенности, вот, и, ну, именно от взрослого человека, да. И, соответственно, про, в целом, такое вот, ну, я бы сказал, угрожающее, наверное, отношение ко внешнему миру. То есть вот мечтательность, о которой вы говорите, это, как раз таки, уход в мечты от чего-то угрожающего во внешнем мире. То есть, иными словами, внешний мир вам представляется чем-то угрожающим, а вы сами себе в нем довольно-таки слабы, вот. И можно назвать это, конечно, дезадаптацией, можно, но в целом это просто вот такой страх перед реальным миром. И вам, опять же, нужно, нужно здесь постараться увидеть, в чем заключается этот самый страх. То есть, чего, собственно говоря, вы, там, ну, можете, например, бояться, да, чем вас внешний мир пугает, если пугает. Есть здесь и страх ответственности. То есть, почему человек тяготеет к взрослому, да. Он хочет находиться под его опекой. Потребность находиться под опекой связана со страхом ответственности, чтобы не я, но другой человек нес за меня ответственность, ну, как бы, за мою жизнь, например. Да. Вот. Следующий важный момент. Вы говорите про, про свою жизнь, что вы не можете вот спокойно жить, да, что вы думаете там постоянно о ней и так далее. Это тоже довольно интересный момент, потому что ваша невозможность, как вы говорите, ваша невозможность жить вот в своей жизни, да, она, на мой взгляд, связана в том числе с тем, что вы, может быть, не очень понимаете. А как это вообще? То есть, вот, ну, жить, да, вот в своей жизни, это как? То есть, чтобы жить в своей жизни, ну, нужно, чтобы вам ваша жизнь была интересна. Чтобы вы интересовались, ну, чем-то в своей жизни. Вот. Вот. А если вам ваша жизнь интересна, судя по тому, что вы описываете, например, вам куда интереснее, вот, собственно, ну, другой человек, да, вам куда интереснее, собственно, личность, вот. Например, этой женщины, да, и она сама, а не ваша собственная жизнь только, как бы, это выдает, на мой взгляд, историю про то, что, ну, что своей жизнью вы не очень интересуетесь в какой-то степени. И, соответственно, это, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ видеть и замечать интерес своей жизни, вот. А сейчас вот, ну, сейчас вот то, что, например, вы делаете, да, как сейчас это происходит, что вы говорите, что я вот своей жизнью не живу, да, а интерес своей жизни, то есть, чем моя жизнь вот интересна, как бы мне, мне может быть, не очень понятно, не очень раскрывается этот аспект, вот. И в итоге своей жизни вроде бы жить надо, да, но в то же время, что называется, не очень понятно зачем, да, то есть, как бы, ну, зачем, вот, зачем своей жизнью жить, да, когда есть вот уже, ну, там, другой человек, когда уже можно вот свою жизнь, ну, свою жизнь, как бы посвящать, да, вот, ну, другому человеку и все, и все в общем, все в общем и целом нормально получается, вот. Поэтому здесь, конечно, на мой взгляд, ну, что называется, не все так просто, да, вот. Понимаете, наличие теплого отношения к вам со стороны мамы не является показателем того, что вот в семье, ну, что в семье вашей нет таких вот, ну, что называется, трудности, да, как бы, вот, что в семье нет каких-то, ну, проблем, может быть, то есть, я не говорю, что обязательно есть проблемы, и понятно, что в любой, в любой, в общем-то, семье, да, есть какие-то вот сложности, какие-то трудности, и совсем без трудностей не получается, но важно вот понимать, что конкретно в вашем случае, конкретно в вашей истории ситуация такова, что вам, вот, как бы, ну, другие люди, да, в частности, вот, человек другой более интересен, чем, чем вы, ну, чем вы сами себе получаете, по сути. Вот, и, конечно, это факт, это факт достаточно тревожный. Вот. Я бы еще обратил внимание, вот, на какой аспект, я бы еще обратил внимание на аспект того, а как вы общаетесь со своими ровесниками, да, то есть, вот, ну, в целом, если у вас общение, общение со своими ровесниками, да, если у вас, там, ну, грубо говоря, друзья, товарищи, молодой человек и так далее, то есть, как-то, вот, живите ли вы, вот, в этом смысле, ну, своей жизни, да, вот, потому что я, например, как-то, вот, склонен подозревать, что, возможно, никого и ничего такого у вас, у вас нет, вот. Конечно, я понимаю сейчас, что это больше, вот, из области предположений, я понимаю сейчас, что могу быть неправ в этом смысле, вот, и хочу особо подчеркнуть, наверное, что я не претендую на истину в США, я не говорю, что, вот, ну, что не говорю стопроцентно, что я прав, просто на это вот нужно обратить внимание, что человек мечтательный, человек, который тяготеет, тяготеет к взрослым, ну, как бы, к наставникам, по сути, да, вот, к родителям, как бы, часто, часто такому человеку сложно выстраивать отношения с людьми своего возраста. Почему? Потому что люди одного возраста человеком, они, как бы, ну, руководствуются немножко другими приоритетами, да, а вы можете все это обесценить. То есть, вот, ну, просто, вот, вы можете взять и все это обесценить. Все интересы, условно говоря, вот, ну, грубо говоря, молодых людей, да, вот, вы можете взять это и все обесценить. А, и то, о чем я говорю, то, о чем я говорю, совершенно не означает того факта, что вы должны быть, ну, похожи на этих людей и должны делать то, что делают они, ни в коем случае, ни в коем случае. Я говорю о том, что в целом, в целом, вот, допустим, в точке соприкосновения с вашей мамой у вас есть, да, близкие отношения. То есть, в точке соприкосновения с вашим преподавателем у вас тоже есть, ну, какие-то точки соприкосновения. Сейчас не так важно, да, там, какие и так далее. Ну, ну, правда, не так это сейчас важно, вот. А есть ли точки соприкосновения с вашими ровесниками? Вот это, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Я бы предложил вам о нем забываться. И если есть какие-то трудности, то, ну, значит, для начала честно себе в этом признаться, признаться, что вот, да, да, такие трудности присутствуют, что, да, такие трудности есть. И, соответственно, когда вы, ну, когда и если вы признаете для себя, что такие трудности имеют место быть, уже можно будет с этим работать. Чтобы как-то вот немножечко, скажем так, уравновесить, может быть, баланс, ну, или, если угодно, да, расклад, расклад сил. Который сейчас как-то вот, ну, больше, я надеюсь, это понятно, да, расклад сил сейчас больше в пользу именно вот как раз взрослых, ну, взрослых, скажем так, вот. Это нехорошо и не плохо, но это так или иначе перекос, вот. И, соответственно, я не говорю, что, ну, что со взрослыми, да, общаться не нужно, я не говорю, что, ну, выстраивать отношения со взрослыми, это плохо, ни в коем случае не хочу так сказать. Но я хочу сказать, что для всестороннего развития человека нужны вот представители всех, как бы, социальных кругов. Да, естественными словами, и друзья, и личная жизнь, да, и, там, грубо говоря, какие-то проявления социальной активности, вот. Ну, там, что, что угодно, то, что это может быть, не так важно сейчас, а, что именно, что угодно, то, что может быть, во-вторых, вот. То есть, как бы, тут, вот, такой момент тоже достаточно серьезную, как мне кажется, роль играть, вот. Вот, 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 как-то так. Отдельным пунктом идет выгода, которую вы получаете из своего, ну, из своего такого положения. То есть, вам нужно подумать, для себя решить, что я получаю, находясь в этом положении. Ну, просто, вот, что я получаю для себя в жизни, находясь, вот, в таком положении. Вот. И обратите внимание, вы говорите, что с преподавателем я общение прерывать не хочу. Но, если вы не думаете постоянно, у вас зависимость, а при наличии зависимости, хотя бы на время, нужно, ну, всякое общение прекратить. Иначе вы не научитесь жить без этого. Поэтому, здесь, вот, есть некоторые проявления, проявления инфентализации. Да, то есть, вроде бы, вы видите проблему, вроде бы, вы ее облучиваете, вроде бы, вы, вроде бы, вы хотите ее решать, но, вот, как бы, сразу говорить, что общение прерывать я не хочу. Понимаете, как бы, да? То есть, как бы, никто еще, никто, как бы, еще не говорит о том, что, что нужно прерывать общение. Никто, как бы, еще не говорит о том, что, что этого от вас потребуют, но вы уже, как бы, делаете такой, вот, знаете, как, своего рода, упреждающий удар, ну, упреждающий удар, да? Вот, что, конечно, тоже не может, не бросаться в глаза, ну, просто потому, что, извините, но, это, это чувствуется, это видно и так далее, и так далее. Такой ответ я могу отдать, сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она, в смысле, помощь, необходима обратная связь, нужна, в первую очередь, вам, для формирования базовых постулатов для психотерапии.